это было 16 месяцев назад яркий луч света и в клубах дыма появится он я следил за ним изучал его повадки и знал что этот день настанет он здесь дорогие друзья ну все уже поняли что за машинка у нас сегодня на обзоре но как некоторые успели заметить она выглядит немного по-иному чем все ее собрать и именно в этих изменениях мы сегодня с вами и будем разбираться поехали конечно если говорить серьезно это не какой-то инопланетный экземпляр это вполне себе такая земная машина которая была приобретена именно в донецке официального дилера но сразу же как только она приехала на автовозе к нашему сегодняшнему хозяину она была переобута в 17 диски и поставлен на пружинке эйбах вместе со стойками брильстайн b8 и уже именно в таком виде была презентована нашему владельцу некоторые проходящие мимо люди конечно были немного в шоке узнать что это реально полоседан кто думал что это джета спортивная или может даже посад все-таки это был пола и после таких небольших эксклюзивных доработок она выглядит уже достаточно неплохо в первую очередь это фары это конечно не оригинал это привет из наших друзей из поднебесной но все-таки они сделаны в стиле марки имеют эти диодные дневные ходовые огни достаточно неплохую линзу которая не только смотрится снаружи хорошо но и плохо защищает дорогу в темное время суток дальше идет решеточка которая была заказана специально с версией blue motion эти полы шли где-то на северную америку то есть у нас таких машин в принципе не было и здесь она выглядит очень даже неплохо некоторые конечно критики говорят что ухудшается обдув двигателя теряется мощность что-то этого но принципе с таким мощным в кавычках агрегатом это особо никак не чувствуется также на этой комплектации у нас не было противотуманный фар и владелец поменял корректно такие вот пластмассочки которые были с вырезом под фар и потери противотуманные фары и собственно их установил перетянув изначально в желтую пленку ну и конечно завершайтесь от облик универсальная резиновая губа которая снизу нас приклеена к бамперу и сможет здесь достаточно так не колхозно несмотря на то что все-таки пола у нас принадлежит б классу все-таки эта машинка очень даже не маленькая конечно здесь база идет нас немного удлиненная то есть если сравнивать с обычным пола хэтчбэком здесь у нас идет плюс 80 миллиметров это у нас хорошо сказалось на месте для задних пассажиров ну и конечно на багажнике ну и плюс конечно занижение дало свои плоды и машинка реально кажется очень длинная низенькая и выглядит очень так презентабельно не скажу что это какая-то малолит крашка б-класса сзади лип спойлер на крышке багажника очень классно смотрится потом идет спойлерочек типа в виде козырька на заднем стекле тоже такой маленький аккуратный добавляет такого прикольного стиля машинки кроме того задние фонари опять же это не сток для конкретно этой модели это должен фонарь идут с пост рестайлевой версии которая пошла у нас пятнадцатого года здесь сделаны такие виде диодных полосочек очень так добавляют какой-то такие дороговизны этой машине хотя принципе они не диодные просто сделано так хитро стоят лампочки и так рассеивается свет как будто это такие красивые диодные полоски в стиле новых бмв на ручке багажника здесь решили сэкономить здесь у нас ничего нету кроме подсветки номерного знака осталась замочная скважина в стиле жигулей в 80-х годов и можно открыть его с помощью кнопочки на дверной карте но если вы раскошелитесь на определенную сумму денег при заказе этой машины вам дадут все-таки два радиоключа на которые будут кнопочки тогда уже здесь будет прошито открывание с пульта багажника сам багажник естественно достаточно большой для б-класса 460 литров объема это очень хороший показатель конечно здесь может быть не самая большая подлодочная ширина но это принципе этим решат все седаны но зато здесь можно засунуть даже большой сап и кроме него останется достаточно много места чтобы погрузить какие-то сумки поехать дальнее путешествие конечно здесь какой-то хитрой системы открывания нет обычные петли которые здесь у нас при закрывании багажника будут мешать вашим вещам и если так вы допустим запихнете какой-то определенный объем груза то потом при закрытии она может мешать и не закрываться но в целом принципе места достаточно много и обшить приятным карпетом который очень радует на ощупь и так даже первое впечатление внешне виде багажника указывается хорошая здесь конечно с обшивкой они тоже сэкономили но все-таки оставили кусочек пластикового карты на части багажника и здесь даже есть вершина полочка чтобы закрывать ее как с одной стороны так и с другой стороны это как бы отдельное спасибо разработчикам обычном салоне фольксваген полу седан конечно царит полная экономия но все-таки конкретно в этой машине у нас владелец постарался так как у нас комплектация и шла средняя это идет комфорт лайн здесь уже изначально шел кожаный руль то есть такая страшно приятная кожа очень даже не дешевая у нее сделано ну плюс вставочка такая под матовый хром все равно как бы доставляет какое-то уже небольшое богатство роскоши этому салону после этого был поменян включатель света этот оригинальный здесь кстати цвета носку это более дорогой версии тоже имеет такую небольшую окантовочку дальше здесь уже покрашена отдельно это нашим хозяинам такой небольшой колхоз но принципе сдалека смотрится почти как как так и было кроме этого регулятор правого левого зеркала которые идут вместе с подогревом тоже с небольшим таким хромированным матовым окантовочкой и что самое интересное казалось бы такой машине эконом-класса стоит лобовое стекло с подогревом и форсунки возможно такой-то там зимний пакет ну такой машине увидеть такую приятную опцию это большой очень плюс отдельная радость здесь это конечно приборная доска на стандартно на фольксваген пола седан там где-то такая простые шкалы приборов с какой-то графикой калькулятора здесь все-таки у нас владелец раскошелился и поставил отверстие р-line с синими стрелочками и с таким достаточно неплохим дисплеем во-первых он был большого размера и имеет какую-никакую но уже достаточно хорошую графику и конечно глаза постоянно радуют эта синяя-белая подсветка и все равно как-то в машине находится уже более комфортно как как-то она уже стоит намного больше чем ту цену которую за нее просят также кроме руля у нас идет в коже ручка кпп ручной рычаг ручного тормоза идет все так комиссии как малый кожаный пакет и подлокотничек который здесь установлен уже отдельно владельцам он конечно не оригинальный ну в принципе так вписался достаточно неплохо в интерьер и с такой же строчечка и примерно таким же материалом как и все остальное оборудование климат-контроль здесь не климат-контроль это обычный механический кондиционер со всеми простыми самыми регулировками единственной поменянной ручки с обычных которые похожи на газовую плиту электро еще с сервиских разработок на какие-то более модные сплиты индезит по ради подготовки стандартные 4 динамика по машине в каждой двери и проводка под магнитолу здесь особо нет таких дизайнерских изысков без проблем небольшая такая рамочка и ставится магнитола или на 1-дин размера или 2-диновая здесь у нас владелец поставил память 117 и немного заморочится со звуком поменял акустику на двухкомпонентную причем стоечки были поставлены именно с пола хэтчбэка которые имеют сетку под пищалки задняя акустика осталась штатная а багажик поселился достаточно большой сап и с двумя усилителями которые соответственно качают передние динамики и собственно этот сам сабвуфер с ассортиментом для теле особой заморочки не было на по сауна ставился только 1 6 литровый агрегат мощностью 105 лошадиных сил здесь конечно уже идет два распредвала штанг клапанов цепной привод грм принципе дверь достаточно такой простой и надежный неприхотливый некоторые что немножко сопливит клапанная крышка немного масло уходит здесь как бы на этой машине типа в нем нету и владелец радуется катается сделать только то и никаких проблем с ним больше не возникает на после рестайла в их машинах там уже немного изменили двигатель он выдает уже 110 лошадей есть дефорсированная версия 90 лошадиных сил как бы особых отличий по динамике или там по расходу топлива с дорестайловой версии у них нет единственное что выпускалась такая модель российский рынок типа спорт полоседан gt там стоял уже всем известный 143 саня 125 лошадиных сил и даже была возможность установки дсг ну к нам такая машина насколько я помню не поставлялась и наверное уже поставляться не будет конечно говорить о том как машина сидит на дороге по сравнению с обычным полы много некорректно как я уже говорил изначально здесь установлена у нас заниженная подвеска спортивная и 17 диски 45 профилем резины каждый из ты каждую ладку этой машине мы чувствуем как бы мне это нравится я привык таким машинам кого более спортивным управлением на стандартном полос его завышенными покидом таких плохих дорог и с большим профилем резины конечно вы будете плохой дороге прям перед не сбрасывая скорости здесь нужно ехать как-то более аккуратно зато в каких-то в поворотах или кому-то драйверском вождении вас нибудь и хренов всегда будет чувствовать классно машину и будет прямая связь между вашими руками и дорогой по тормозам мои здесь сзади барабаны как я уже говорил конечно есть такой достаточно большой свободный ход на эффективность это особо не влияет машинка у нас не очень тяжелая примерно 1100 килограмм и тормозов и в повседенной жизни хватает по пластику здесь хоть хотя и дубовый везде анторпедии на дверях все-таки это эконом версия у скрипов особых нет единственное что скрипит это подлокотник ну он здесь не оригинальный у него так руку ложишь конечно есть небольшие подскрипывания а так в целом даже конечно держать руки на этом руле обтянутым на по это одно удовольствие ну и приборка не может нам не радоваться база они попадают от постоянно падает он дорогу на приборку эти сильные синие стрелки плюс достаточно неплохой дисплей они как бы радуют при каждом взгляде так по разгону машинка у нас принципе едет свои там заявленные секунд 12 звусь конечно вообще какой-то мега ралли за счет нулевого фильтра воздушного и так принципе то что здесь педаль газа стоит электронная но она идет уже перепрошитая под новую прошивку и она более активно реагирует на нажатие вашей ноги вообще по идее дилеры должны были бесплатно вызванивать вызывать всех владельцев таких машин и им перепрошивать педали газа именно алгоритм его управления но и здесь на ней то наверное стека забыли сделать говорится с кем не бывает так принципе в потоке вы конечно не будете теряться и свои там секунд 10 11 машина едет вполне достойно единственное что я вам не понравился туманки они реально свет только вперед дают какие-то небольшие засветы внизу под бампером и в повороте абсолютно не освещают обочину поворачиваем мы направо налево приходится как-то заглядывать вперед а толк этого все равно не был нет потому что в бокс свой плечок все это не идет ни вправо ни влево и как-то вот на темных улочках поворачиваешь пытаясь туда заглянуть там ничего не видно как ты идешь немного так на ощупь и может конечно это сказывается из-за того что они мягко притонированы хотя все-таки желтый цвет впереди он есть сбоку нет никакого света ни желтого ни белого ничего такого и по итогу мы в очередной раз можно доказать то что стандартная экономная машина из какого-то бюджетного сегмента может быть без проблем у нас превращена в стильную игрушку путем небольшого занижения красивых колес каких-то мелких элементов по стайлингу и всем известный полоседан который начально рассчитывался как просто брычка для поездок на дачу и каких-то своих бытовых дел может выглядеть очень даже прикольно это был стильный эксклюзивный полоседан который вы ни в коем случае не спутите с другими машинами на дороге не забывайте подписываться на канал и всего хорошего все так же без ума от белого фольца и отдается телеком только спортивным